Крупный план Кирова. Свежесть, короткий срок хранения называли одним из главных преимуществ. Все верно? Да, все абсолютно правильно. Подчеркну следующий момент. Мы его пока не упоминаем ни в рекламе, ни в презентации для торговых сетей для наших партнеров, которые будут в пятницу в эту. Это закрытое мероприятие. На следующей неделе мы, естественно, попытаемся собрать все СМИ, которые заинтересованы в сотрудничестве с Вятичем, всех блогеров, всех людей, которые как бы неравнодушны к этому вопросу. И тоже успеем до прямых продаж, они с первого числа начнутся, с первого ноября, провести дегустацию, то есть показать, на что мы способны. Значит, мы выпускаем не просто новый сорт, то есть это не очередная линейка Вятича, а наш ответ Чемберлену. То есть всем экспресс-напиткам, консервам, которые всем привозному, потому что напичканы ферментами и так далее, и так далее. Мы показываем, на что способна нормальная вятская качество. Настоящее. Настоящее, подчеркну. Значит, по вопросу опроса. Значит, опрос сначала тестировался на 12 вопросов было, тестировался на официальной странице ВКонтакте. После того, как стало понятно, что первенство берут вот эти четыре вопроса, мы их... Ну, четыре пункта. Да, четыре пункта. Мы их, как написано в рекламе, актуализировали, вынесли на всеобщее голосование рассмотрение. В итоге 9722 человека прошли этот опрос, то есть это очень большая выборка, и результаты можно огласить 86%, то есть 8 с копейками тысяч, желают видеть на полках магазинов Кировской области максимально свежий напиток с коротким сроком хранения не более 31 дня. Максимально свежий безалкогольный напиток. Совершенно правильно. Максимально свежий безалкогольный напиток сроком хранения 31 день. Так это и появляется на этикетке. Это зеленая безалкогольная 31 день. То есть увидите зеленую этикетку с золотым тиснением 31. Ребята, это сделано по опросу для вас. 71% опрошенных, сколько там, 6-900, желают видеть в новом сорте естественный осадок. По-русски говоря, нефильтрованная. Так, чтобы было видно, что это абсолютно ничего с ним не делали. Натуральный продукт. Да, натурально. Солодовый вкус и аромат. Ну, аромат там бисквитный, с горчинкой в конце и так далее. Посмотрите расписание, оно в рекламе есть. Да, хорошо. И 57% хотят, то есть 5000 человек, хотели бы видеть уменьшенную степень карбонизации. Переводя слово карбонизация на просторечный русский язык, это малое количество пены. То есть так, чтобы напиток напоминал то, что было при Советском Союзе. То есть с небольшим количеством пены. Все. Мы это сделали. С первого числа это появляется в ГОБУСах. Со следующей недели мы начнем рекламную кампанию по продвижению. Как получится, что будет, это ясно будет в середине декабря, я думаю. Рекламную кампанию ждать от вас яркую и запоминающуюся? Я боюсь, что да. Боюсь. Я боюсь, что да. Мы постараемся изо всех сил. Правильно ли я понимаю, что вот все эти результаты, которые есть, я сейчас просто смотрю, что общее количество проголосовавших 9722 человека, да, и выбирали пункты. Где-то 8 тысяч человек голосовал, где-то 6, где-то там почти 7 тысяч человек. То есть люди могли выбирать не один пункт. Конечно, конечно. Людям важно не только там, допустим, свежесть, но и вот натуральный как бы там вид напитка тоже. Ну да, это вот пункты, которые больше всего... Ну, собственно, мы в изначальной анкете оприорили, и людей вот эти пункты больше всего интересуют. Они хотят видеть напитки именно это. И еще один момент меня подкупило, мне очень понравилось то, что когда при опросах у глобусов в конце анкеты промоутеры просили оставить контактные данные, если человек хочет. Личную информацию какую-то. Нюанс в том, что огромное количество кировчан оставило свои контактные данные. Я это расцениваю как доверие к самому заводу, доверие к опросу. То есть это приятно на самом деле. То есть люди идут на диалог. Ну и вообще вот этот опрос для меня, по крайней мере, он показывает, что люди действительно хотят, действительно интересуются. Они готовы высказывать свое мнение в надежде на то, что мы его услышим. Ребята, мы вас услышали. Мы сделали то, что вы просили. То есть свое мнение о том, какой продукт они хотели бы видеть. Вот это плавно можно перейти на этот вопрос. То есть фактически это то, что называется гражданская позиция со стороны вятища. Она практически сформировалась, она звучит следующим образом. То есть тогда как торговые сети, они фактически диктуют кировчанам. Не будем размахиваться на всю Россию, но фактически и там ситуация такая же. Ну на примере нашего региона. На примере нашего региона понятно. То есть они диктуют кировчанам, что именно кировчанин будет иметь в своем холодильнике и на столе. Что именно он купит. И торговым сетям все равно совершенно предпочтение кировчанам. Им интересует только прибыль и прибыль они получают в значительнейшей степени просто от того, что им платят транснациональные компании, которые поставляют огромное количество товара. Но это ведь не запрещено законом. Законом это категорически не запрещено. Это вопрос... Каждый продвигает себя как можно. Согласен. Только эти транснациональные компании еще умудряются сделать так, чтобы производители, скажем, производили напитков. В нашей стране заводы закрываются, раз. И второе, у нас очень жесткие ограничения по продвижению. То есть транснационалы продавливают свой товар благодаря оплате. И у них есть еще одна нехорошая вещь. Своей точки зрения нехорошая. Россия в отчете какой-нибудь крупной транснациональной компании занимает 5-6%. От общего объема. Конечно, конечно. Поэтому что творится в России? То есть там есть рост прибыли, нету. В общем-то не очень там процент, полпроцента доля. Ну, есть рынок. Они держат рынок, и все. Это достаточно по России. То есть обрекая тем самым на местных производителей, они обрекают тем самым на гонку, на выживание фактически. Ну вот. И федеральные торговые сети, они играют с транснационалами в тандеме. То есть абсолютно понятно. То есть торговые сети, они получают от транснационалов деньги. Транснационалы стоят. Деньги за что? Ну, как за что? За постановку товара. За постановку товара. Просто за постановку товара. Это история легальная или нелегальная? Легальная. Это абсолютно легальная история. Это всем известно. Все все это знают. Вопрос законодательный. На это никто не реагирует. И пока я не вижу даже рассказов. Но, предваряя вопрос по фестивале «Золотой тюрьмы», который прошел... Мы к нему обратимся обязательно, да. Да, мы к нему обратимся. Он прекрасно прошел. Был в гостях на заводе Борис Грачевский. Яролаш. Яролаш, совершенно правильно. Мы с ним очень хорошо побеседовали с закружкой безалкогольного зеленого. 131 как раз. Это было в среду. Не, подожди, у нас сегодня четверг. У нас сегодня пятница. Господи, прости. Да, значит, это было в среду. Все правильно. И Грачевский, когда мы говорили о торговых сетях, он говорит, да. Я вот когда издавал Яролаш, они в Ашане с меня просто за распространение попросили с одной точки по аж полторы тысячи долларов. Ну, вот это для Грачевского было тогда удивительно, а сейчас это невидительно ни для кого. То есть вот транснационалы играют с торговыми сетями в связочке. И гражданская позиция очень проста. Мы пойдем на перекор тенденции, потому что это единственный способ для нас доказывать ценность своего существования и выживать, соответственно. Мы будем делать то, что интересует кировщан. По результатам опроса. Да, вот сейчас мы делаем первый шаг. Мы по результатам опроса выпускаем то, что они хотели. Мы сделали то, что действительно заказывали. То есть в заказе то, что вы просили. И мы дальше пойдем по пути, когда мы настроены на удовлетворение нужд потребителя. Не на навязывание продукции, а на удовлетворение нужд. Вот это наша гражданская позиция. Это позиция завода. И вторая вещь, о которой я хотел бы сразу объяснить, это все-таки локальный бренд. То есть вот это в связке должно существовать. Что такое локальный бренд? То есть мы с названием Вятич мы не будем уходить на федеральный рынок. То есть Вятич... Подождите, вы уже, по-моему, не просто федеральный, вы уже на мировой рынок вышли. Ну, извини, пожалуйста. С этим названием. Нет, с квасом. С квасом, конечно. Вятский квас знают все. Вятич знают как раз те, кто покупает товар. Конечно. Нет, нет. Вятич имеется в виду безалкогольное пиво, естественно. Зеленые 31 пока. Зеленые 31 пока. Может быть, будет еще что-то. Может быть. Но в любом случае, Вятич это продукция для регионов. То есть это Киров, Вятка, Кировская область. Вот этот регион, который мы считаем своим. Как, собственно, пример этот взят из Германии. То есть мы говорили о нем не раз, я его еще раз повторю для тех слушателей, которые это не знают. То есть пивовар забирается на ратушу, на собор, оглядывает... То есть на самую высокую точку, я так понимаю, да? Самую высокую точку. Ну, у них, да. В той местности, где он находится, самая высокая точка. Обычно ратуша либо собор-то. И он оглядывает окрестности. И вот территория, которая может уходить взглядом, это территория, на которой будет продаваться его товар. Вот то же самое. То есть если мы будем делать что-то для Москвы, мы будем строить завод в Москве. Если мы будем делать что-то для Петербурга, мы будем строить завод в Петербурге. И так по отношению ко всем. То есть и там это будет называться не Вятич, там это будет другое совершенно. Но именно сделано здесь, платящие налоги здесь, рабочие места здесь, вода местная. Сырье. Сырье местное и интересы местные. То есть в отношении людей, которые здесь живут. То есть никакой глобализации, никакого одного для всех этого не будет. Я, Владимир, все-таки задам уточняющий вопрос. Спасибо тебе большое за то, что ты принес нам на дегустацию продукцию. И я на этикетке видела надпись «Продается только на территории Кировской области». Что это значит? Это значит, что вы поставщикам, которые будут из других регионов с запросами к вам по поводу нового безалкогольного сорта обращаться, будете отказывать? Я понимаю, что отказывать мы им не будем, потому что их, скорее всего, не будет. То есть нет. А, но мы говорили о том, что слишком короткий срок хранения не стимулирует вывозить за пределы региона. Нет, это с этим связано? Совершенно правильно. Нет никакого смысла. То есть даже увезти, ну, с очень большим вопросом, можно увезти к СФТКР, можно увезти, допустим, в Мэриэл, да, теоретически. Но все равно это на логистическое плечо, плюс ты отправляешь туда, если оно там вдруг не идет, ну, это невозможная ситуация совершенно. Поэтому все это будет идти только здесь. То есть это пиво сделанное безалкогольное для кировчан, сделанное кировчанами для кировчан и употребляемое только здесь. А кто хочет попробовать, добро пожаловать в Вятку. Да, совершенно правильно, пусть переезжают, ну, в конце концов, пусть везут в Москву поездом, там, самолетом. Угощают друзей. Да, да, да. Локальная история, да, это хорошая такая штука. Действительно, это связано и с налогами, это связано и с тем, что, ну, вот есть какие-то бренды местные, да, которые известны на территории и других регионов, потому что, ну, такая наша миграция, да, происходящая, там, в том числе трудовая, она позволяет какие-то продукты местные вывозить. Вот, но тут вот какая штука, как мне кажется. Все-таки вот эта история с федеральными сетями, она же рано или поздно, ну, должна же она какое-то разрешение получить. Мы в прошлой программе, по-моему, нашей с тобой говорили, да, о том, что вроде собирались делать какой-то круглый стол. Мы собирались делать круглый стол, да, это было, я думаю, месяц или полтора назад с производителями. И Игорь Иванович Васильев говорил, да, 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 давайте, давайте. То есть Светлана Занякова говорил, да, мы сейчас все сделаем. Там распоряжение отдано даже по приглашению, по рассылке. Гвозд как был там, так он остался. В чем причина, я не знаю. Я могу, я буду задавать этот вопрос каждый, как Карфаген должен быть разрушен, каждый, каждый божий день. Потому что этот вопрос, этот вопрос нужно все-таки решить. Я почему задаю там, да, этот вопрос? Мне кажется, что если любой производитель, то есть мы вот сейчас можем не только провятичь, там сказать, любой производитель местного какого-то хорошего продукта, например, на территории региона, налаживает взаимоотношения с представленной на территории этого региона федеральной торговой сетью. Федеральная торговая сеть анализирует, это все анализируют, как идет продукция. Пользуется она спросом у покупателей или нет. Видит, что продукция пользуется спросом у покупателей. Ну, мне-то кажется логично, да, что говорит, слушайте, а вот тут есть у нас предприятие, производящее хороший продукт, там уже у себя наверху, говорит, да, может, жителям и других регионов он был бы интересен, да, и таким образом, ну, вот как-то продукт заходит на другие рынки. Это мое такое понимание, да. Вопрос, я еще раз говорю, то есть вопрос с федеральными торговыми сетями в том, что каждый из регионов просто выстраивает свою политику. Мы говорили в прошлый раз о том, что в Кировской области эта политика не выстроена. Раз. Второе. Глобальной ошибкой экс-губернатора Никиты Юрьевича Белых, который в библиотеке, я думаю, сейчас осознает многие свои ошибки, было то, что он завел торговые сети сюда, не заключив всеми никаких реальных договоров на поддержку. То есть не поставив условий каких-то. Мне кажется, что правительство рано или поздно, лучше рано, чем поздно, этим надо заниматься. Я так вот сейчас из разговора нашего понимаю, что по пути основателя завода Карла Ташнейдера пока не получается пойти на Москву и Петербург. Почему не получается? Получается. С квасом мы уже выскочили. Да, конечно. С квасом все хорошо. У Карла... Как же зеленая 31 безалкогольная. Вот зеленая 31 безалкогольная на Москву не пойдет точно. Не пойдет, да. Абсолютно, точно, да. В первую очередь, потому что она до Москвы успеет толком как раз доехать и встать в магазин и испортиться. Ну, то есть это непонятно. Мы по пути Карла Отто, Карла Отто, мы можем смело говорить в этой программе о нем, потому что, насколько я правильно помню, одним, одной из статей экспорта императорскому двору были дрожжи. Просто дрожжи... Как косметическое средство. То есть никакого отношения к алкоголю они, естественно, не имели. И императрица их употребляла, кстати. И, то есть, ну, Карла-то нам показал дорогу, значит, на столичные города. То есть мы потихонечку дойдем его же путем. Что именно мы принесем в Москву и в Питер, пока еще неизвестно. Это вопрос разработки. Это вопрос ни этого, ни следующего даже, может быть, года. Я думаю, что это, ну, 21-22 вот эти годы, скорее всего, тогда. То есть тот новый сорт, о котором мы говорили, который к юбилею Карла Уотта планируется выпускать, безалкогольный, я помню, мы говорили об этом, да? Он, у москвичей тоже не будет возможности его попробовать? Нет. Вот как раз русский имперский стаут, шнайдеровский, безалкогольный, который мы сварим буквально, я думаю, весной. Ну, во-первых, он попробует кировчане. Я опробовал, честно скажу, опробовал косминентальную партию. Я был в полном восторге. И это тот вариант безалкогольного пива, который я буду покупать, естественно, как и зеленый А31 безалкогольный, потому что он мне нравится больше всего из линейки. И дальше момент. То есть по шнайдеровскому сорту мы все сделаем, он выйдет. Выйдет. Я очень надеюсь, что мы все-таки соглашуем вариант фестиваля, посвященного шнайдеру, в следующем году. Там отдельный вопрос. Отдельный вопрос о стоимости и формате и так далее. Но я надеюсь, что это будет. То есть сорт раз... Возрастное ограничение мы в прошлый раз называли 16+, но мы пока точно не знаем. Мы не знаем точно, потому что не знаем ни формата, ни гадания. И, соответственно, мы будем иметь фестивали, будем иметь сорт. Посмотрим, как это будет. Есть еще новинки, отвязчи, которые мы пока не будем инонсировать, но которые будут в следующем году. И они как раз в большей степени рассчитаны на Москву, на Петербург. Это более такое, как сказать, хипстеровское явление, такое модное, молодежное, чем классические вещи. Вот. Но я предполагаю, что мы выйдем на Москву, на Питер как раз в 2021, 2022, 2023. Ну, 20 у нас в 2023 году будет 120 лет завода. Ну, я думаю, к этому времени как раз самое будет то, что мы почтим, так сказать, память Карлова-тошнайдера еще раз. И напомним москвичам о нем. Или мы просто вернулись. Вот. Где-то такая конструкция. У нас остается 10 минут до конца программы. И, конечно, хотелось бы поговорить чуть более подробно о фестивале. А, о фестивале. Да, золотой теленок. О той экскурсии, которую вы провели на заводе для гостей фестиваля. Я так понимаю, что не только Борис Грачевский там побывал. Ну, мы встречали в среду вечером Бориса Грачевского, но перед ним Юрий Самунович Гусман. Юрий Самунович обходил в водении. Он очень такой... Обстоятельный товарищ. Он очень обстоятельный, очень вальяжный. Он настоящий барин, конечно, по всем манерам. То есть ничего не сделаешь с человеком. То есть у него такой вот есть вот это царское поведение. То есть он обошел в варочный цех, он продегустировал безалкогольную, 31-я, которая ему крайне тоже понравилась. Ну, а потом он переехал уже на другую площадку давать интервью. А на его место заступил Татья Грачевский, которая Яроваш. Ну, с Борисом мы посидели дольше за дегустацией безалкогольного 31-го. Он рассказал про Яроваш, про начинание в молочной отрасли, которые у них были под маркой Яроваш. Мы поговорили про Вятку более подробно, про завод, про традиции в Бельгии, традиции в Чехии, традиции в Германии. И, к сожалению, я не попал на мастер-класс, на что он меня попенял. И не присутствовал на закрытии фестиваля на следующий день. Он улетел в Москву утром как раз в четверг. Как оказались-то они у вас? Нет, оказались они у нас очень просто. То есть Вятич один из ключевых спонсоров вообще фестиваля. То есть я честно тебе скажу, я противовался этой тратить денег по мере сил. Потому что... Ну, я вообще не люблю... Это я скажу... Не любишь кино? Нет, я скажу крамульную вещь. Я вообще массовые мероприятия просто не люблю. А, вот, понятно. Да, и когда я не вижу с них реального абсолютно коммерческого выхлопа. Так. То есть я начинаю операцию и говорю, что, может быть, давайте, пожалуй, не будем. Но меня никто не послушал. Вы сделали правильно, что не послушали, на самом деле. Потому что благодаря Вятичу, благодаря еще, по-моему, компании одной, мне удалось собрать, во-первых, ну, более-менее представительный какой-то синклит на вятке, да? Во-вторых, сделать... Я не смотрел, честно, вот опять же скажу крамульную вещь, положу руку Настиса, ни одного фильма я не посмотрел. Просто руки не дошли. Но закрытие фестиваля, то, как оно было сделано, мне понравилось и в организационном смысле. То есть вот не было обычного нашего колхозного, там, эти не приехали, эти споткнулись, а то не привезли. И было сделано достаточно динамично, без ненужного пафоса, без излишнего поиска каких-то спецэффектов, без претензий на какие-то космические, там, достижения. Было сделано нормально, то есть качественно и хорошо. То есть это заставка, которая шла перед выступлениями и сами выступлениями. То есть как бы... Нет, там обсуждали потом уже на манкете, которая состоялась после всего этого, обсуждали, что да, вот это бы надо сделать иначе, да, вот это иначе. Но суть какая? Это фактически была инициатива команды КВН Кировской. Вятка? Да. Ну, Вятка ведь она, по-моему, называется. Ну, как она называется? Может быть, я путаю. Я беседовал вчера там из Бушуева, мы с этим самым, Господи, которого застрелили на сцене. Как там его звали-то? В Марконе, Володя, конечно. Ну, с ребятами беседовал. То есть там схема была простая. То есть в какой-то момент решили провести фестиваль, организованный КВН-щиками. Там и АМИК, то есть Масляковская контора, и наше, и подтянулось правительство. И вдруг решили это делать. Причем делать быстро. Юлий Соломонович Гусман, он же у нас ведет НИКУ, то есть кинофестиваль и все. То есть у него опытов в проведении всего фестивалей куча. Но, как объяснили вчера, они просто до него даже на консультации не успели доехать. И он уже приехал со сцены вчера, он рассказывал, он был абсолютно уверен, что получилась ерунда. К его глубочайшему удивлению, получилось очень прилично. То есть действительно несколько площадок. Порядка ста фильмов из шестисот заявок отобрали сотню. Прокачали это все по площадкам. Действительно, несколько фильмов люди однозначно считают, что это хорошие вещи, сделаны качественно. То есть у них есть шанс на жизнь. Это шанс на новые номинации, шанс на более широкое распространение. Плюс это появление на сайте АМИКа, у них все-таки 4 миллиона подписчиков. То есть на самом деле у КВН до сих пор аудитории и возможности медийные очень приличные. То есть и явление само имеет возможность жить и дальше. То есть вчера было долгое обсуждение того, как это все сделать и что это будет происходить. Я думаю, что вероятнее всего, если мы правильно поступим в этом году, то есть и как бы в начале следующего, то мы будем иметь фестиваль лучше, еще лучше. Что имеется в виду, правильно поступим? Правильно поступим, правильно проведем продакшн-фестиваль. Заранее продумаем его конструкцию. Потому что вопросы и к составу жюри, и к подаче материала на сцене, еще, 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 еще. Чисто технических моментов было много. Причем ребята там профессионалы, да? Уже не один год, не два, а там некоторые 20 лет в этом бизнесе. Они прекрасно понимают, о чем идет речь. Им не надо было ничего объяснять. Я говорю, может быть, вот смотрите, у меня такое дилетантское мнение. Может быть, имело смысл вот так? Они говорят, ну что ж ты, согласны. А вот извини, по времени мы не успевали ничего. То есть по времени будет лучше, по времени будет качественнее. Юлий Сауч Гусман, огромное ему спасибо. Почему? Потому что когда он был на экскурсии на Вячи, ну, как бы он, видимо, устал, он так скучно было говорить. Ну, с дороги человек. Ну, человек с дороги, человек 76 лет. И он как-то произвел мне впечатление, что, ну, дедушка приехал, привезли там. Ну, дедушка, спасибо тебе. Я говорю, фильм «Не бойся я с тобой», я смотрел в детстве, он очень мне нравился. Там «Карате» по-ферео-всайски показали. Вот. И он совершенно изменил мое мнение о себе, когда вышел на сцену. Потому что он не спеша, но с юмором, который там смотрелся через каждые две строчки, но юмор не наглый, не пафосный, не крикливый. А вот он настоящий, то есть спокойный, настоящий, выдержанный ему. То есть как старое вино, да? И он рассказывал про то, почему так, как это происходило, шутив над зрительным залом, над ведущими, над губернатором, над участниками, над самим вестивальом. И вдруг в какой-то момент он говорит, да, и вы, что, у вас Вятич зовут, прекрасная продукция. Я вот это... Человек пробовал «Зелёное-31» безалкогольное? Нет, так он об этом и сказал. Да, да, да. Он со сцены и сказал. «Зелёное у вас есть ведь вот-вот на завод, Ваш Вятич, что прекрасный завод». Ну, то есть я думаю, что мы вырежем этот кусок из уступления товарища Гусмана, и его увидит максимум, максимум количество населения. Но сама по себе оценка «Зелёного-31» со стороны этого человека, это стоит дорогого. То есть поэтому все свои возражения по поводу проведения фестиваля я сразу забираю назад. То есть фестиваль прошёл, я считаю, отлично. Своей цели мы уже частично, по крайней мере, достигли. То есть мы готовы к новой работе, к новым совершениям. Почему вы всё-таки решили кино-то поддержать? Ну, то есть вот кино и там, не знаю, Вятский класс, где вроде там на разных полюсах. Я понял. Есть пафосное объяснение, которое было в речи, которое Илья Николаевич должен был говорить на открытии фестиваля. Илья Николаевич Курагин. Совершенно правильно. На открытии фестиваля, но так как там было мало времени, он ограничивается просто тем, что лучший завод здесь – это Вятич. Спасибо, что приехали, гостеприимствовали и так далее. А в речи была следующая фраза, которая мне очень нравится. То есть искусство, скажем так, приготовления напитка и искусство кино, хотя одно из них считается низким искусством, ну как бы, а второе – высоким, но у них одно общее – они обращаются одновременно ко всем людям. То есть вне зависимости от веры, исповедания цвета кожи, пола, языка, политических предпочтений и так далее, и так далее. Без разницы ко всем. И это объединяет. Плюс, плюс, всё-таки Вятич чувствует на себе. Это не социальная ответственность, нет, это неправильно, могу бы здесь сказать, а какую-то культурную функцию. То есть как культура употребления напитка. Без алкогольного. Так и культура поведения – это всё-таки вещи взаимосвязанные. То есть если мы делаем в Кирове что-то более качественное, чем было до этого, это очень хорошо. Поэтому это наше. Ну вот, на этой прекрасной совершенно ноте я предлагаю сегодняшнюю программу нашу завершить. Благодарю Владимира Маматова, пресс-секретаря завода «Вязич». Спасибо, всем до свидания. Всего доброго. Возрастное ограничение дегустации 18+. Крупный план.